В большинстве случаев у женщины каждый менструальный цикл созревает одна яйцеклетка, которая оплодотворяется одним сперматозоидом и возникает беременность одним ребенком. Изредка уже оплодотворенная яйцеклетка делится на две и более частей и получаются идентичные близнецы, которая всегда одного пола и похожа друг на друга, как две капли воды. В некоторых случаях из яичника в одном цикле выходит две или более яйцеклетки, и в случае их оплодотворения возникает беременность двойней. Двойняшки получаются чаще, чем идентичные близнецы. У двойняшек у каждого есть своя плацента и амниотический мешок, а у близнецов может быть общий только плацента, а может и амниотический мешок и плацента. Если женщине больше 35 лет, то гормональный фон уже немного меняется, поэтому возможны как ануволяторные циклы, когда овуляция не происходит вовсе, так и циклы, когда выходят две или более яйцеклеток. Отмена противозачаточных таблеток, которые женщина принимала в течение нескольких месяцев или дольше, часто приводит к выходу нескольких яйцеклеток. Если они оплодотворяются, то возникает многоплодная беременность. Однако чаще всего появлению двойни мы обязаны применению вспомогательных репродуктивных технологий. Созревание нескольких яйцеклеток способствуют препараты для стимуляции овуляции, которые часто используются для лечения бесплодия. Наибольшие шансы на беременность двойни имеют паропрошедшее искусственное оплодотворение ЭКО. Для повышения успеха ЭКО в матку часто подсаживают два эмбриона с надеждой на то, что хотя бы один из них приживется. Однако закрепиться в матке и начать развиваться могут оба эмбриона, и тогда получается беременность двойней. Практически невозможно увеличить шансы на беременность двойни, если вы пытаетесь зачать естественным путем. Будет у вас двойнее или нет, зависит от вашей семейной истории, возраста, расы, то есть в основном тех факторов, на которые невозможно повлиять. Однако нередко двойней беременеют те женщины, которые не имели ни одного из вышеперечисленных факторов, поэтому шанс на многоплодную беременность по сути есть у всех. Узнать о том, будут ли у вас близнецы или двойняшки, можно еще на первом УЗИ. Первой подсказкой будет плацента. Если она одна, то скорее всего вы ждете близнецов, хотя одну плаценту тоже можно спутать с двумя, которые сплелись воедино. Если плаценты две, то могут быть как двойняшки, так и близнецы. Также внести ясность может пол ребенка. Если дети разного пола, что обычно определяется на втором УЗИ, то у вас будут двойняшки. Но если они одного пола, то это могут быть как идентичные, так и неидентичные близнецы. Признаки беременности двойни в основном такие же, как и при обычной беременности. На ранних сроках это тошнота, рвота, изменение вкуса, отвращение к некоторым запахам, чувствительность груди. Но так как при двойне в крови циркулирует больше гормонов, чем при одноплодной беременности, то эти признаки могут появиться раньше и быть более выраженными. Чаще происходит мажущее выделение в первом триместре, что может быть связано с имплантацией или субхорионической гематомой. Однако если есть спазмы, боли, усиление выделения, кровотечение, то причина может быть более серьезной и необходимо обращение к врачу. Уровень гормона ХГЧ, который начинает выделяться после имплантации плодного яйца в полость матки, будет более высоким, ведь плодных яйца два, а не одно. Однако нельзя полагаться на гормональные тесты, чтобы узнать, беременны вы двойней или нет. Количество гормонов очень индивидуально и колеблется у разных женщин. Повышенный уровень ХГЧ или других гормонов может иметь иные причины, кроме многоплодной беременности. Беременные двойные женщины быстрее набирают вес, так как вынашивают сразу двоих малышей. Естественно, что и живот будет расти быстрее, а врач при осмотре увидит увеличение матки, не соответствующее сроку беременности. Точно двойню на раннем сроке можно определить только на УЗИ, где врач увидит два плодных яйца и два сердцебиения. На больших сроках доктор уже сможет прослушать через живот два сердцебиения и прощупать крупные части тела плода. Ваше тело очень меняется, приспосабливаясь к новому положению, ведь ему предстоит выносить двоих детей. Поэтому вы будете испытывать различные недомогания, дискомфорт, большинство из которых являются совершенно нормальными при беременности и не являются признаком каких-то проблем. Тем не менее, стоит обсудить все симптомы со своим врачом. Тошнота и рвота беременных при двойне бывает чаще, но она также обычно заканчивается к 12-14 неделе беременности, хотя в редких случаях может длиться всю беременность. Чаще тошнота возникает утром, когда низкий уровень сахара в крови, поэтому беременных рекомендуется легкий завтрак, не вставая с постели. Реакция на продукты во время беременности индивидуальная. Вам нужно определить тот набор продуктов, которые вызывают тошноту или рвоту. Для этого можно ввести дневник питания. Чаще тошноту и рвоту вызывают продукты с сильным запахом, жирные и острые. Полезны при тошноте продукты, богатые цинком, яйца, рыба, мясо, орехи, кукуруза и имбирь. При тошноте и рвоте попробуйте есть часто, но маленькими порциями. Если у вас рвота более трех раз в день или чаще и более трех дней подряд, то нужно обратиться к врачу. Вы можете терять жидкость и минералы, что представляет опасность для вас и ребенка. Запоры и геморрой распространены у беременных двойни во втором и третьем триместре. Большая матка оказывает давление на кишечник и на крупные вены в малом тазу, а прогестерон, гормон беременности, расслабляет кишечник, способствуя запорам. Запоры усугубляют проблему геморроя. Для профилактики запоров и геморроя нужно пить достаточное жидкости и есть продукты, богатые клетчаткой. Если геморрой сильно беспокоит, то врач назначит свечи или крем. Обычно после родов работа кишечника приходит в норму и геморрой также проходит. Изжога в основном беспокоит на поздних сроках беременности, матка быстро растет, давит на желудок, а прогестерон расслабляет мышцы на входе в желудок. Изжога не опасна ни для матери, ни для ребенка, но очень неприятно и может не давать соснуть, так как часто бывает вечером и ночью. Попробуйте выпить стакан молока, чтобы нейтрализовать действие кислот. Спите на высокой подушке или подняв головной конец кровати. Избегайте острой пищи, томаты, шоколад. Не переедайте, лучше ешьте чаще, но понемногу. Если домашние методы не помогают, посоветуйтесь доктором по поводу применения препаратов для облегчения изжоги. Боли в пояснице подвержены все беременные на поздних сроках, но у мам, вынашивающих двойню, она может появиться раньше и быть более выраженной. Растущий живот заставляет напрягаться мышцы спины, а релаксин размягчает связки. Также может быть боль в тазу. Старайтесь следить за осанкой и быть аккуратной при наклонах, подъемах и спуске по лестнице, исключить поднятие и принос тяжести. Можно приобрести специальную подушку для беременных, чтобы было удобно отдыхать с большим животом. Бессонница – это бич беременных на поздних сроках. Большой живот не дает уснуть, беспокоит частые позывы в туалет, да и тревога о предстоящих родах одолевает будущую маму. Постарайтесь не пить за час до сна, чтобы реже вставать ночью. Подкладывайте подушки под живот, ищите удобную позу для сна. Если дети, активно себя ведут именно ночью и мешают спать, вы не можете ничего сделать, поэтому зря не нервничайте, почитайте книгу, послушайте музыку. Отечность и боли в ногах. С ростом живота возрастает нагрузка на ноги, коленные суставы расслабляются под воздействием гормона релаксина, а прогестерон имеет свойство задерживать жидкость в тканях. Может помочь отдых с приподнятыми ногами. Если у вас есть склонность к варикозу, посоветуйтесь с доктором о ношении компрессионных колготок или чулок. Запястный синдром. На поздних сроках накапливается жидкость и может передавливать нервы в запястьях, вызывая покалывание, онемение и слабость. Изредка может болеть вся рука. Попробуйте лежать, спать с поднятыми руками на подушке. Посоветуйте с врачом, если сильно беспокоит. При беременности двойней более вероятны некоторые осложнения беременности, поэтому нужно чаще посещать врача и быть очень внимательны к своему здоровью. Если вы узнали, что у вас двойня, рекомендуется стать на учет в женскую консультацию 8-10 недель. Очень желательно, чтобы многоплодную беременность вел врач, который уже имеет такой опыт. Также вы должны ожидать более частых посещений доктора, чем при одноплодной беременности. При беременности двойней УЗИ проводится чаще. Быть родителем двойния – это непередаваемый опыт. Беременные двойния часто переживают из-за того, что они автоматически попадают в группу высокого риска. Однако у большинства беременность проходит без серьезных осложнений и рождаются здоровые дети. Однако не стоит специально стремиться к беременности двойней. Все-таки это большая нагрузка, как физическая, так и психологическая.